Нашему телезрителю пришла квитанция с камеры фотофиксации за новое нарушение. Точнее не так. Нарушение старое, а вот способ его фиксации новый. Весна порадовала очередным замечательным нововведением. Теперь состояние алкогольного птения будет определять только не удивляйтесь по фотографии, которую сделают на ходу в машине, которая движется на полной скорости. Что будет дальше? Нам живят под кожу чипы или выжгут на руках номера? Давайте разберемся в ситуации. Несколько дней назад пришла бумага на мой почтовый ящик, как я понимаю официальная, которая объясняется, что я должен заплатить штраф 5000 рублей за то, что я был по событию, по дате события где-то три недели назад в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Ну, я не могу понять, каким образом могли определить состояние мое вообще. Я как врач могу сказать, что по картинке, по изображению, фото, которое здесь слабо видно даже, кто сидит за рулем. Не то, что определить по мимическим, наверное, морщинам на лице, мимическим складкам, в каком я состоянии. Трудность вопроса заключается в том, что я не могу понять, с каким образом я мог бы пройти экспертизу спустя такое время, и как мне вообще доказать правоту, в каких органах куда обращаться. Советовать и рекомендовать водителям, попавшим в столь щекотливую ситуацию, сдавать анализы, проходить к какой-то альтернативной освидетельствованию мы не можем, потому что прошло там недели, две, а то и более. В такой ситуации, я думаю, можно посоветовать только платить штраф. По моему первому впечатлению, этот чудо-аппарат является прямым продолжением сказок о шапке-невидимке, ковре-самолете и скатерте-самобранке. Но, как выяснилось, он реально существует. Нам удалось разыскать одного из создателей этой адской машинки. Кандидат технических новых Сергей Александрович Борисов согласился ответить на наши вопросы. Это, кстати, интересно, а не мучат ли вы ночные кошмары? Как вам известно, общее количество мышц лица составляет более 400, что позволяет с большой долей вероятности, помимо выявления различных эмоций за счёт анализирования движения мемических мышц, так же определять и состояние алкогольного опьянения или наркотического опьянения человека. Принцип работы новой системы заключается в том, что направленный сквозь лобовое стекло лазерный луч способен определять наличие паров этанола в салоне автомобиля. Но ведь, возможно, алкоголь употреблял пассажир. Чтобы исключить ошибку, в дополнение к показаниям лазера используется сканирование антропометрических данных и тонуса мемических мышц водителя. Но вам не кажется это просто маразмом? Как можно по фотографии определить опьянение человека? Здесь скорее нарушение идёт в другом прав водителя. Получается, что если машина, например, зарегистрирована на какую-нибудь бабушку-пенсионерку, то ей придёт письмо по почте о том, что именно она в нетрезвом состоянии управляла автомобилем, хотя на самом деле, например, это делал её внук. Вы как правозащитник соберетесь, ты как-то оспариваешь? Я думаю, что если будут жалобы от пенсионерок о том, что им приходят по почте такие квитанции, то, конечно, придётся за ним заступить.